Сегодня мы поговорим о силе трения, как она себя проявляет, как ее можно измерить и почему она возникает. Толкнем тело по горизонтальной шероховатой поверхности и оно останавливается, пройдя некоторые расстояния, из-за силы трения, а в противном случае, если бы силы трения не было, оно двигалось бы без остановки по инерции. Чтобы тело двигалось с постоянной скоростью, его нужно подталкивать, преодолевая силу трения. Поставим тело на наклонную плоскость и оно удерживается силой трения, пока угол наклона не будет достаточно велик. Изучение силы трения – это очень важная часть прикладной механики. Она даже носит специальное название – трибология. Одним из первых этой наукой занялся Леонардо да Винчи. В его манускриптах сохранилось множество рисунков на эту тему. Первое, что нам нужно различить – это силу трения скольжения и силу трения покоя. Возьмем салазки с грузами и приложим к ним силу, которую будем постепенно увеличивать и измерять с помощью динамометра. Сейчас сила тяги равна одному ньютону и салазки стоят на месте. Это означает, что их удерживает на месте сила трения покоя, также равная одному ньютону и направленная в противоположную сторону. Увеличим силу тяги до двух ньютонов, и сила трения покоя тоже увеличилась до двух ньютонов. И только когда сила тяги превысила два с половиной ньютона, салазки тронулись с места. Теперь нам приходится преодолевать действия силы трения скольжения. Сила тяги и сила трения уравновешивают друг друга, и поэтому салазки двигаются с постоянной скоростью. Получается, что сила трения сначала растет вместе с нагрузкой, и это сила трения покоя, а затем становится постоянной, и это сила трения скольжения. Теперь посмотрим, как сила трения скольжения зависит от веса салазок. Сейчас сила тяги составляет 0,8 ньютона. Увеличим вес салазок вдвое, и сила тяги тоже увеличилась вдвое. Поставим сюда еще одну такую баночку, и сила тяги, а соответственно и сила трения скольжения увеличилась в трое и составляет 2,4 ньютона. Тем самым сила трения скольжения пропорциональна силе, которая прижимает салазки к столу. И это и есть первый закон, относящийся к силе трения. Из-за чего же возникает сила трения? Простейшее объяснение основывается на том, что трущиеся поверхности покрыты микронеровностями, и эти неровности зацепляются друг за друга, когда поверхности движутся одна относительно другой. И понятно, что величина силы трения будет зависеть от характера трущихся поверхностей. Если же между ними поместить смазку, сами поверхности уже не будут касаться друг друга. Друг по другу будут скользить слои смазки, трение из сухого станет вязким, и сила трения уменьшится. Может показаться, что сила трения зависит не только от прижимающей силы, но и от площади соприкасающихся поверхностей. Но сейчас я покажу, что это не совсем так. Возьму брусок, положу его на стол, и чтобы он двигался, я должен подталкивать его с некоторой силой, уравновешивающей силу трения скольжения. Теперь я возьму три таких бруска и положу их один на другой. Прижимающая сила увеличилась в три раза, и поэтому я должен подталкивать бруски тройной силой. Сила трения скольжения увеличилась в три раза тоже. Запомним, здесь тройная сила. А теперь я положу три таких бруска не один на другой, но рядом. Каждый брусок я должен подталкивать с единичной силой, а значит сила трения скольжения снова увеличилась в три раза. Получается, что сила трения скольжения в обоих случаях одна и та же, а значит она не зависит от площади соприкосновения поверхностей. А еще нужно понимать, что хотя в наших опытах брусок и прижимался к столу силой тяжести, но наличие силы тяжести вовсе не обязательно для возникновения силы трения. Я беру два бруска, прижимаю силы один к другому, и для того, чтобы их двигать один относительно другого, мне тоже приходится преодолевать силу трения скольжения. А продолжение этой темы содержится в нашем ролике коэффициент трения, который мы тоже рекомендуем вам посмотреть. Сила трения препятствует движению, и кажется, что в мире без трения можно двигаться легко и свободно. Если разогнаться с высокой горки, то дальше можно ехать и ехать без трения, пока не остановишься. Вот только автомобилю на скользкой лишенной трения дороги трудно и разгоняться, и тормозить, и особенно поворачивать, даже на шипованных покрышках. Мы используем силу трения, даже не задумываясь об этом, когда застегиваем пуговицы или надеваем на голову шапку. Узел на веревке затягивается за счет силы трения, которая возникает, когда витки веревки прижимаются друг к другу. А если потянуть за другие концы веревки, узел легко развязывается. Резьбовое соединение тоже основано на силе трения. Гайка легко крутится на болте, но когда она упирается в шайбу, ее резьба прижимается к резьбе болта, расклинивается и удерживается с помощью силы трения. Силу трения можно уменьшить во много раз, поставив груз на колеса. Колеса позволяют заменить силу трения скольжения на силу трения качения, что дает большой выигрыш в тянущей силе. А теперь я хочу задать вам заключительный вопрос. Чтобы лыжи не проскальзывали назад, их поверхность смазывают лыжной мазью. Но почему же смазанные мазью лыжи хорошо катят вперед? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.